Из жизни Сигарёва Михаила Лаврентьевича. Этот старец ещё жив. Он живёт в Краснодарском крае. Я его лично знаю. Арестовали Михаила Лаврентьевича. Тоже осудили его к пяти годам лишения свободы. Находится он в зоне. И получает сообщение. Умерла жена. У них было восемь детей. Старшие дети были подростки, а младшие – малыши. И жена уходит в вечность. Они жили с бабушкой. То есть, это мама Михаила Лаврентьевича. Она с ними жила. И теперь, когда Михаил Лаврентьевич был осужден, дети жили с мамой и бабушкой. А теперь мама умерла. Ну, конечно, переживания. Так уже несколько неделек прошло после смерти жены. Его, конечно, на похороны не отпустили с зоны. Потом вдруг, говорит, меня вызывают. К начальнику зоны. Я прихожу. Встречает меня кегибист, который вел мое дело, когда меня судили. Ну, улыбается такой. Здравствуйте, Михаил Лаврентьевич. А заключенным положено ходить вот так руки назад. Я, как держал руки назад, так и держу. И говорю, с заключенными не положено здороваться за руку. Ну, зачем вы, Михаил Лаврентьевич? Давайте мы неофициальной такой обстановки встретимся. Опять руку протягивает. Ну, как бы уже пояснил, что я готов, чтобы вы нарушили режим. Здравствуйте. Он говорит, я не хочу с вами здороваться. Я вам руки не хочу подать. Вот видите, вы какой колючий. Я с вами по-хорошему. Я с вами... Ну, моя цель, знаете, для чего я приехал сюда? Я здесь по служебным опросам. Не к вам специально. Ну, решил попутно посетить вас, выразить соболезнование. Я услышал, что у вас жена умерла. Я хотел вам выразить соболезнование. А вы? Не хочу здороваться. Вот такой вы колючий человек. Ну, ладно, не об этом. Это не так важно. Вы знаете, я хотел вам предложить. Мне жалко, что ваши дети сиротами остались. Ни папой, ни мамой. Я мог бы вам помочь. Если мы сегодня с вами договоримся, я вам обещаю, завтра вас освободят. Нашей власти хватит для этого. Ни решения суда, ничего. Это все мелочи. Все мы сделаем, все мы оформим. Ну, дети остались без мамы, без папы. Ну, я считаю, нормально, если вы поедете домой. И у меня требование к вам небольшое. Пообещайте мне, что по освобождению вы пойдете в регистрированную церковь. И все. И я вам гарантию даю, завтра вас освободят. Ну, не спешите мне отвечать сегодня. Я завтра еще буду здесь по своим делам служебным. И я зайду еще. И вы мне дадите ответ. Почему я хочу, чтобы вы мне не сегодня дали ответ, а завтра? Потому что, если вы не согласитесь с нашим условием, то мы ваших детей вынуждены будем забрать у бабушки. Бабушка не имеет права воспитывать детей. И мы их заберем и разбросаем в детдома по всему Советскому Союзу. Начиная от Дальнего Востока, заканчивая Кавказом. И пока вы срок отсидите, мы их воспитаем наркоманами, пьяницами и бандитами. Понял? Так что порассуждай о моем предложении. Михаил Лаврентьевич говорит, у меня колебаний не было. Но эту ночь я не спал. Только закрываю глаза, и мне мерещится, что моего там пятилетнего сына бьют в детдоме. Или издевается над моей там 13-летней дочерью в детдоме. Он пообещал, что если вы не пойдете на условия, мы ваших детей всех заберем и разбросаем по детским домам всего Советского Союза. Ну, я не знаю, как отпечатком легло переживание на моем лице, но даже заключенные это заметили. Но об этом чуть позже. На следующий день вызывают опять меня. Я уже знал, зачем вызывают. Захожу в кабинет, и опять сидит этот кегебист. Я не даю время, пока он будет мне руку протягивать, здороваться. Я сразу вступаю в диалог и говорю, уходите отсюда, я вас видеть не хочу. И больше не вызывайте, я с вами разговаривать не буду. Повернулся и пошел. Только в след я услышал угрозу. Говорит, ну тогда пеняй на себя. И все, и больше я его не видел, этого кегебиста. Выхожу, иду по зоне. Встречает меня авторитет зоновский. Это бандит, который держит всю власть в зоне. Говорит, святой отец, что случилось? А почему ты мне задаешь вопрос? Да на тебе лица нет. У тебя переживания какие-то. И я решил ему все рассказать. Я рассказал за приезд кегебиста, за его угрозу. Он говорит, слушай, это серьезная угроза. Давай быстренько пиши письмо. И я по своим каналам передам в семью письмо, что угроза забрать детей. Чтобы они спрятали детей. И Михаил Григорьевич же написал письмо, отдал этому авторитету. Правда, через несколько дней уже привезли это письмо домой. Передали. Ну, бабушка обратилась к братьям. Братья посовещались. И детей разобрали на нелегальное положение. И когда в назначенное время милиция приехала, чтобы забирать детдом, а детей нету. Где дети? Нету детей. И все, они таких и не нашли. Длительное время дети жили в квартирах верующих, спрятанными. А потом, когда все это дело успокоилось, дети потихонечку вернулись. И с бабушкой жили, пока вернулся Изус Михаил Лаврентьевич. И дети верующие. Я, кстати, совсем недавно, вот мы в поездке были, встречали дочь Михаила Лаврентьевича. Она подходила к нам. Немножечко мы пообщались. Ну, вот так вот за Михаила Лаврентьевича.